Еще пару таких вот кратких вопросов и возможно кратких ответов, которые также будут интересны. Как часто вы благодарите Вселенную, которая вокруг вас окружает и как вообще относитесь к этому, нужно ли это делать и почему возможно? Ну, нужно делать, благодарить всегда надо, благодарить за каждый день, который нам отвела Вселенная, Всевышний Бог, нашу жизнь, благодарить надо, потому что когда человек идет в храм Божий, будем так говорить, а храм Божий это не значит, это церковь, синагога, храм, мечеть, что он там делает, как правило. То есть его предназначение получить общение с тем или с кем, для чего он туда идет. Но получить общение для чего? Чтобы поблагодарить. Потому что то, что нам дано, это дано кем-то, это дано чем-то. Кто когда-нибудь задумывался, откуда взялся воду, в которой мы дышим, откуда взялась природа, которой мы наслаждаемся. Ну кто-то же это дал нам такую возможность. А как мы это благодарим? Что мы делаем для этого, чтобы поблагодарить природу, деревья, солнце, в конце концов, которое дает нам свет, дает тепло? Делаем ли мы это? Не делаем, естественно. Надо быть, опять же, честным, поэтому благодарить надо. Надо благодарить тех людей, которые к нам пришли. И, видите, не получается такого ответа однозначного и короткого, потому что интересная вещь, я вот сейчас немножко отвлекусь от этого, но, по-моему, это будет достаточно, может быть, даже познавательно для кого-то, поскольку вот по отношению к нам кто-то совершил проступок, по отношению к нам. То есть человек, мы точно знаем, но человек нам сделал что-то плохо. Кто виноват? Человек виноват. Он же сделал что-то плохо. Но, опять же, не судите, да не судимы будете. Это означает, что, во-первых, мы его не имеем права судить. Во-вторых, почему он нам сделал плохо? Оказывается, есть на это причина, если мы будем углубляться и будем анализировать, то мы же понимаем, что логически это действительно так. То есть это означает, что мы что-то сделали не так, и он является, этот человек или эти люди, является орудием, которое ответная реакция, то есть это карма, причина-следственная связь, является следствием. Значит, мы сделали что-то плохо. Что нам надо делать, когда мы совершили проступок? Нам надо просить прощения. Не его обвинять, нам надо просить прощения. То есть нам сделали плохо, а мы просим прощения. Абсолютно никакой логики как бы нету в этом, если мы проанализируем. Человеческой логики, материальной логики нету. Поэтому существует, нас ударили по одной щеке, по вторую щеку. Это очень глубокий смысл. Это в Библии сказано, почему войны идут, почему постоянно кто-то друг на друга нападает. Ну не всегда же так было. Было время Сати и Юга, никто ни на кого не нападал. Юга длилась 1 миллион 800 тысяч лет в соответствии с циклами, с физическими построениями мира, моделью. Но сегодня что происходит? Мы туда, а не обратно. То есть, скажем так, мой сын был Морин, здесь у нас в Соединенных Штатах, он защищал свою родину, защищал свою родину. И он был на войне в Ираке. У меня возникает вопрос, а почему надо защищать Ирак? От кого? Что Ирак на нас попадал или как? Почему нам надо было воевать, почему мы воюем, не буду называть страны, не буду называть бывшие республики? Почему? То есть, чего-то кто-то хочет, чего-то хочет где-то утвердиться. Поэтому это очень и очень сложно, и это очень опасно. Благодарить без сомнения надо. А как мы это будем делать, почему мы это будем делать, мы должны эти вещи понимать. И вообще-то считается так, мы просыпаемся, и мы просыпаемся, мы засыпаем на самом деле. Я как-то, вот у меня как-то укоренилось. Я просыпаюсь, и я делаю свое дело, и я делаю то, что я делаю. Но благодарить, вот мы просыпаемся, первым делом у нас должно быть в голове, ой, я опоздал у нас, там, денег не заженел, там, я не знаю, на работу и так далее. Я проспал. Я проспал. Ну проспал, проспал. Ты проспал здесь, в материальном мире, но ты произнеси какие-то слова благодарности тому человеку, который находится рядом с тобой, тому созданию личности, Богу я знаю, который находится вокруг тебя, который дал тебе такое право. Богу. Поэтому да, надо. Благодарю за ответ. Резюмируя сказанное, да, можно понять, что человек часто привыкает к тому, что у него уже есть, и хочет больше, 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 не замечая того и той радости, того счастья, которое он уже получил. И, возможно, практика благодарности, если так ее можно назвать, или просто понимание того, что стоит не забывать даже о наличии мира вокруг, о наличии того, что вокруг тебя есть. Благодаря за это осознавать, что это тебе есть, в тебе есть счастье, в тебе есть сила, в тебе есть энергия, а в тебе ее немерено. И не быть в позиции того, что тебе постоянно что-то не хватает. Быть в позиции того, что ты уже наполнен, и что ты тоже можешь также быть источником и это позволит находить какие-то новые ответы новое озарение я считаю также это очень важно меры я тогда реплику на вот это последнее сказанное хочу сказать еще раз прошу прощения может быть я не укладываюсь но тем не менее дело вот в чем дело в том что сказать так этого маловато на мой взгляд почему потому что мы все-таки пока еще и далеко никакие мы не духовные мы к этому естественно стремимся мы хотим быть ими но сегодня мы находимся простите в этом теле которая имеет свои желания это природа она выше пока то есть мы еще не настолько вот здесь готовы к этому степень готовности наша очень и очень низкая и моя в том числе кстати то есть диктует свое груз может быть прожитых лет наше воспитание потому что все-таки нас воспитывали совсем по-другому эта тема может быть следующих программ я могу сказать как у нас воспитывают молодое поколение вот в соединенных штатах я не говорю про русскоязычных хотя и здесь тоже есть в принципе поэтому находясь в этом материальном теле мы должны сообразовывать наши желания с нашими возможностями очень просто то есть насколько я понимаю у нас будет еще программы нас будет еще какие-то этапы интервью так вот человек находясь в этом простите теле хорошим плохом старом молодом неважно он имеет свои какие-то желания и свои какие-то потребности без сомнения надо удовлетворять эти потребности вот я вам задам один вопрос у меня есть очень хорошая знакома у него и свою очередь гуру учитель и вот этот гуру учитель ему задает вопрос скажи ко мне вот о чем ты должен думать в первую очередь о бизнесе или о боге это духовный человек он живет только в духовном мире ну имеется ввиду по своему мироосязанию по своему внутреннему содержанию вот как бы вы ответили на этот вопрос ну возможно если с позиции до духовного мира конечно он бы сказал что сначала думай о боге а потом уже занимайся там материальными какими-то благами ответ был странный вообще-то говоря потому что духовный человек который живет только в духовном мире учитель и его ученик который следует этому и живет тоже в этом мире хотя конечно же выполняет какие-то свои обязанности и свои потребности материального мира получил вот этот мой знакомый получил ответ ты должен прежде думать о бизнесе ответ был очень действительно странный для него и полагаю так и для вас и для многих радиослушателей объясняю почему он мне это объяснил для меня это было логично расскажи мне вот ты садишься и делаешь свои медитации причем они занимают два часа ну ты читаешь мантры там молитва неважно ты скажем вот пытаешься продвинуться будет ли у тебя это эффективно и даст ли это результаты если у тебя подсознательно в твоем материальном теле своей голове будем говорить сидит мысль о том что у тебя наступает платеж этой несчастной суды моргичи как у нас вот или а у тебя денег нет но нет у тебя денег тебе нечего платить и ты лихорадочно ищешь путем но тебе надо в это время сесть пять утра четыре утра и тебе надо заниматься медитацией два часа тебя ритуал то есть это называется ритуал ты должен соблюдать почему должен во первых ну хорошо должен ты для себя решил должен но не эффективен он не продуктивен он не ни к чему не приведет у тебя подсознание висит это свойство нашего материального тела и мы ничего не можем с этим поделать поэтому ты пожалуйста дорогой мой обеспечь себя еще раз что такое материя что такое сознание что такое материальное тело 3 проценты это материальная 97 духовное да здорово но если 3 процента не функционеры 97 не будет функционировать вот и все почему 3 процента населения планеты обладают 97 процентами всего богатства этой планеты значит у них какие-то как-то все по-другому устроено ничуть по-другому как-то думают поэтому дорогой мой думая бизнесе обеспечить себя чтобы у тебя не было вот этой мысли как это сделать люди идут на работу у меня только вот вчера была программа она скоро появится в ютюбе там на фейсбук появится на сайте наверное надо все это дело выложить и так далее поработать сатурном вот и и мы говорили о том что 90 опять же по статистике 97 процентов какой-то совершенно дикий какой-то процент людей не работает своей профессии не работает в соответствии со своим предназначением более того они даже просто ненавидят свою работу как можно ненавидеть то чем ты занимаешься больше половины своего рабочего дня то есть это категорически неприемлемо поэтому давайте мы будем идти по пути эволюции то есть начинать с чего-то меньшего и доходить до большего я помню рассказывал приехал с индии начитался этой литературы и на радио нашим чикагском радио там живого там эфира там выступал и я рассказывал про эти тела и я так увлеченно рассказывал ментальное каузальное эфирное тело рассказывал рассказа рассказывал вдруг звонок в эфир мне говорят михаил скажите они где находятся внутри или снаружи и я понял а чего это рассказываю в общем то а потом мне звонит моя знакомая говорит да чё ты вообще-то говоря об этом говорит ты расскажи как ты съездил в индию как ты встретился с этими которые идут там по воде вот это же интересно человеку то есть давайте мы пойдем как-то так снизу но имея ввиду кстати еще последнюю вот эту вот ремарку я расскажу как-то к нам приезжал несколько раз я принимал человека из москвы достаточно известного в москве человека в определенных кругах может быть религиозных может быть духовных может быть каких-то совсем по-другому мыслящих и он раз говорил скажем приводил аналогию между восточным образованием и западным образованием мне это очень понравилось вот я поделюсь он говорил западное образование с чего начинается ну рисуется точка рисуется вторая точка делается линия делается квадратик вокруг кружочек рисуется буковка вторая составляется слова то есть идет процесс эволюции от меньшего к большему и человек заканчивает вот это свое образование получает диплом и он уже бэтчелор дегри он уже мессер дегри он уже MBA допустим вот он получил свое образование и у него спрашиваешь кто ты он говорит мессер дегри в этом бэтчелор в этом там phd в этом все здорово замечательно как происходит на востоке на востоке происходит что самое интересное все то же самое то есть точка две точки линия кружочек буковка так далее так далее но на каждом уроке учитель говорит студентам но главное в этом мире это бог и когда человек выходит и получает образование своем понятно материальное и получает те же самые скажем там диплома образования бэтчелор мессер печди то же самое абсолютно и у вот ты кто ты вот после образования он отвечает главное это бог то есть он это знает но он это делает почему чтобы добиться какой-то другой цели какой-то высшей цели добиться к чему мы ведем наши программы мы ведем наши программы только к тому чтобы по моему определению я полагаю так и по вашему только лишь для одной цели для того чтобы дать человеку информацию человеку интересная информация поехали дальше но мы начинать должны сначала до духовности дойти не просто не просто внутренне мы должны знать о том что мы туда стремимся но надо идти потихонечку по пути вот мне как-то проще я уже как-то и прошел я как-то это знаю поэтому у меня есть программы как все-таки зарабатывать деньги ну а что мы живем материальном мире но мы хотим поехать в индию мы конечно можем в астрале полететь туда это я прекрасно понимаю и надо к этому так скажем стремиться это интересно но если мы все-таки хотим физическое наше тело перенести и окунуться омыться в этой самой святых водах ганги то тогда нам надо для этого ну как минимум купить билет скажем так для того чтобы купить билет нам надо деньги не все себе могут это позволить давайте ребята зарабатывать тогда деньги в таком случае но для чего для того чтобы потом двигаться по нашему пути а то что происходит в штатах происходит то что задаешь вопрос а для чего ты собственно живешь не отвечает ну как это наша жизнь это наша работа а для чего тебе надо работа а для того а потому что нам платить деньги чтобы себя комфортно чувствовать состоянии том которым мы находимся ехать и enjoy life наслаждаться жизнью ну жизнь это естественно материальные наши какие-то желания вот извините за долгое объяснение